Универ ТВ Прежде всего поздравляю вас с одним из самых значимых, если хотите, святых праздников для нашей страны, да и для планеты. 12 апреля день космонавтики, день первого пилотируемого полета человека в космос, советского гражданина. Можно поаплодировать, кстати, в связи с этим. Это достойно того. И сегодня мы решили отдать дань этому памятному дню вот этой встрече, которую чуть позже я обозначу. Хотя, пожалуй, я думаю, что это поможет сделать в своем вступительном слове проректор Казанского федерального университета, а еще и директор Института физики, где сконцентрирована львиная доля всех исследований, разработок, связанных так или иначе с космосом. Дмитрий Альберчат-Аюрский. Вам слово, пожалуйста. Спасибо. Добрый день всем от своего лица, от лица Института физики Казанского университета. Еще раз поздравляю с этим замечательным днем, который является свидетельством того, что человеческий ум, умение, техника, они могут совершить, казалось бы, невозможное. И то, что было сделано ровно 60 лет назад, это есть гигантский прорыв не только в космос, это гигантский прорыв в науке, гигантский прорыв в технике, технологиях. И сегодня я очень рад, что на это мероприятие согласился приехать Виталий Егоров, который известен всем как, можно поаплодировать, да, популяризатор науки, писатель, основатель проектов «Открытый космос». Здесь написано, но еще есть проект Curiosity Mars, да, по-моему, называется он, блогер, автор книги «Люди на Луне», человек, который знает про космос, но если не все, то близко к этому. Но космос далеко, так что поэтому близко, это уже понятие такое хорошее. Я думаю, что сегодня мы услышим много нового для вас, интересного, и, пожалуйста, после окончания лекции задавайте свои вопросы в социальных сетях, в зале, как угодно. Используйте эту возможность для того, чтобы узнать побольше про космос и то, что происходит там. Виталий, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Ну что, мы сегодня познакомимся с нашей Солнечной системой. Во-первых, наверное, все-таки надо пояснить, почему в университете выступают блогеры, почему его слушать. Кто такой блогер? Однажды у меня это спросили на ракетно-космическом предприятии одном. Кто такой блогер и почему мы должны тебя слушать? Я сказал, блогер – это человек, у которого много свободного времени, чтобы узнать вещи, которые ему интересны. Мне интересны исследования космоса, открытия космоса. И когда узнаешь что-то интересное, этим хочется поделиться с остальными. В общем, я этим и поделюсь. Мы поговорим про Солнечную систему, про ее строение, про наиболее интересные факты и самые, не побоюсь этого слова, восхитительные фотографии, которые мы получили благодаря как раз науке и технике в исследованиях космоса. Космос исследуют в основном не космонавты. Космонавты, большей частью заняты фундаментальными исследованиями, биологическими, медицинскими, за Землей наблюдают с низкой орбиты. А космос вообще исследует либо с Земли телескопы, либо орбитальные телескопы, например, тот же спектр РГ, с которым работают специалисты Казанского федерального университета, и автоматические межпланетные станции. И вот автоматические межпланетные станции – это роботы, это не люди. Ими управляют, конечно же, люди, создают люди. И они бороздят просторы Солнечной системы, несколько штук уже покидают с пределы Солнечной системы, точнее, только пытаются это сделать, потому что скорость у них необходимая есть, но с такой скоростью они будут покидать Солнечную систему ближайшие 20 тысяч лет. Об этом мы тоже сейчас поговорим. Но какая связь с Гагариным? Мне кажется, вот та Солнечная система, которая известна сейчас, тогда была просто неизвестна. Это не то, что кажется, это прям так и есть. Тогда было понятно, что вот там пояс астероидов, 9 планет, тогда Плутон еще планетой считался, и, собственно, на этом Солнечная система заканчивалась. И если бы Гагарин или Королев в то время узнал, какие открытия мы увидим в нашей Солнечной системе благодаря космонавтике, они бы были просто счастливы. И у них сейчас нет такой возможности, зато есть у вас. И я надеюсь, вам тоже понравится это путешествие. Если мы посмотрим на очень простую, упрощенную схему Солнечной системы, которая была подготовлена от московским планетариям и Роскосмосом, здесь все кажется достаточно просто. Солнце в центре, 8 планет, теперь у нас уже все, Плутон не планета, поэтому у нас 8 известных, по крайней мере. Есть надежда, что где-то есть там 9, но пока ее не нашли. Работа как раз для телескопов Земли. Пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Все достаточно просто. Примерно ту же схему представлял и в школе, наверное, учил Юрий Гагарин и Королев. Ну, Королев нет, он постарше был, но вот Гагарин точно учил. И это, по сути, и было известно. Марс был неизвестен, потому что еще не пролетели автоматические межпланетные станции. По крайней мере, на момент полета Гагарина, который мы сегодня отмечаем, что находится на Марсе, люди просто не знали. И там Луна была очень так, только начиналось ее изучение, только там с обратной стороны посмотрели. За пару лет до полета Гагарина на Луну, обратную сторону Луны впервые увидели. По сути, полет Луны-3, которая заглянула за обратную сторону Луны в 59-м году, с этого и началось исследование солнечной системы автоматическими станциями. Когда космонавтика позволила не просто приблизить наши телескопы к другим планетам, но и отправить их туда, куда наши телескопы в принципе дотянуться не могли. Вот, например, на обратную сторону Луны. Но, если мы попытаемся уточнить, что же у нас там, из чего состоит наша солнечная система, какой у нее радиус, например, тут все начнется намного интереснее. Во-первых, у нас есть не только планеты, но и карликовые планеты. Их 5 штук на сегодня насчитывается, но это условное количество подобных малых космических тел больше, чем 5. Просто когда Плутон отселяли из семейства планет, тогда и приняли его, и тогда было просто этих 5 известно. Вот здесь масштаб солнца и планет, и карликовых планет примерно близок, но их вынесли отдельно, они не находятся в двух разных плоскостях. Оно, конечно, все находится в одной плоскости, называемой плоскости клиптики. Но их просто выделили, что вот, показать, где они располагаются, потому что иначе бы они просто были не видны. И теперь правильный ответ на вопрос, сколько планет в Солнечной системе, будет 8 планет и 5 карликовых планет. Они планеты, но карликовые. Почему они планеты? Потому что они имеют достаточно большой размер, чтобы принять сферическую форму. Это не всем космическим делам доступно. Например, астероид Веста, у него там поперечники 500 с лишним километров, но он в форме картошки, поэтому он не планета. Ацерера в два раза побольше, и она имеет сферическую форму, и она планета, но карликовая. Потому что отличие в чем карликовые планеты от обычной, не только в размере, но и в том, что на той орбите, на которой обращается эта планета карликовая, есть много другой мелочи всякой, астероидов, ледяных тел. И вот та планета, которая смогла очистить вокруг себя, например, Меркурий, он размером чуть больше Луны, но он считается планетой, потому что в районе его орбиты практически нет астероидов. Ну там, конечно, больше Солнца постаралась, но не важно. А у Цереры, которая к нам ближайшая карликовая планета между Марсом и Юпитером, у нее вокруг целый астероидный пояс, поэтому она считается карликом. Если бы наша Луна отдельно летала, она бы тоже считалась планетой, поэтому когда вы в следующий раз посмотрите на Луну, учтите, что радуйтесь, что это не просто, ну это какой-то спутник, это практически полноценная планета, у нас под боком летает, и этому можно только порадоваться. Но это только начало. Сначала пояс астероидов. Иногда кажется, что вот он только так узенько находится между Марсом и Юпитером, и есть предположение, она уже давно провергнута, о том, что это древняя разрушившаяся планета. Реально, если мы соберем всю эту мелочь в одну планету, она будет примерно в 10 раз меньше Луны. Ну такая себе планета, даже меньше Цереры получится. Ну или там около Цереры. Но если мы вместе соединим, то получится 2 Цереры. Маловато для серьезной планеты, как когда-то предполагалось. Это просто остатки от процесса формирования Солнечной системы, которые не смогли объединиться в какую-то планету или в какое-то тело, похожее на планету, потому что им мешал Юпитер. У Юпитера, самое интересное, есть свои спутники, но они обращаются, кроме того, что у него самого Юпитера есть спутники, есть еще спутники по орбите. Они обращаются вместе с Юпитером на одной и той же орбите, и чисто теоретически его можно записать в карликовые планеты, потому что он не очистил вокруг себя орбиту. Но поскольку он планета-гигант, в карлики его записать сложно. Но на этом у нас сложности не заканчиваются. Если мы посмотрим еще подальше со стороны на нашу Солнечную систему, здесь, обратите внимание, другая схема. Красными точками обозначены внешние планеты Солнечной системы. То есть здесь Земля, Марс, Венера, Меркурий, они все будут находиться вот внутри этого серенького круга в центре. И вот этот пояс астероидов, о котором мы говорили, он вот здесь как раз этим серым кругом и обозначен. Дальше же, вот вы видите зеленые точки, синие точки, белые. Зеленые – это так называемые кентавры. Обычно люди считают, что в космосе есть астероиды, камни, и кометы, куски льда. Но в целом где-то за орбитой Юпитера, там почти в какой камень ни ткни пальцем, он окажется по большей части из льда состоящим. Но поскольку он не подлетает слишком близко к Солнцу, у него не возникает комы, у него не возникает хвоста, поэтому мы их кометами не называем. Их обычно называют просто малыми космическими телами или малыми телами Солнечной системы. Но у каждого из семейств этих тел есть отдельное название. И вот кентавры – это такие своеобразные ядра комет, ну или что-то похожее по составу на ядро кометы, то есть много льда, мало пыли, которые находятся где-то в районе орбиты Нептуна, но при этом улетают куда-то подальше от орбиты Нептуна, может быть, даже дальше орбиты Плутона. Дальше идет пояс Скойпера – это то, что вот здесь обозначено голубыми точками. Это такой, условно его можно назвать, астрономы не любят этого названия, все-таки внешний пояс астероидов, которые обращаются вокруг Солнца, где-то в районе орбиты Плутона или дальше орбиты Плутона. Все вот это семейство, но опять-таки астероиды – это камни, а это по большей части ледяные космические тела. И вблизи мы посмотрели только на один, там в конце у меня будет эта иллюстрация. И есть еще дальше, дальше еще есть рассеянный диск, вот здесь белые точки – это как раз они, то есть это другая группа малых космических тел, которые ближняя точка к Солнцу у них находится где-то в районе пояса Койпера, а отлетают они там на десятки, сотни, может быть, даже тысячи астрономических единиц от пояса Койпера, дальше, то есть намного дальше Плутона от Солнца. И это еще не все. Еще дальше, на расстоянии до примерно одного светового года, вокруг Солнца обращаются как раз ядра комет. Это так называемое облако Орта. Вот все, о чем мы говорили, оно все здесь глубоко-глубоко в центре. И когда мы говорим, что там у нас космические аппараты пролетели, пересекли орбиту Плутона, Войджеры, или пролетели мимо Плутона, и они покидают Солнечную систему, они ее покидать будут еще тысячи лет, потому что им нужно пролететь минимум один световой год радиуса нашей Солнечной системы. Тел вот этих вот точек, которые здесь показаны, это схематичное указание, предположение, как оно выглядит, потому что визуально их практически не наблюдали. О том, что это облако вокруг нашего Солнца и нашей Солнечной системы есть, предположили, исходя из орбит долгопериодических комет. Кометы — это такие, по сути, куски льда, иногда размером до 50 километров, которые иногда извне Солнечной системы по разным причинам начинают лететь в центр к Солнцу. Когда они пересекают, а там находятся, уже подлетают к Юпитеру, ближе летят, у них возникает кома, потому что Солнце их нагревает, а они там из льда не только водяного, но и азотного, метанового и других. И мы на них видим, мол, ничего себе хвостатые гости. И вот, например, комета Галея, первая комета, которая была определена как возвращающаяся, долго периодической, был посчитан ее период, 75 лет. Вот она прилетает, улетает, обратно летит там 30 с лишним лет, и потом возвращается обратно. И вот этот период орбиты обращения, 75 лет. Есть кометы, которые обращаются вокруг Солнца с периодом 100 тысяч лет. То есть они куда-то улетают, возвращаются обратно, и все это время они находятся внутри Солнечной системы. И вот радиус такой Солнечной системы, вот этих объектов самых дальних, которые долгопериодические, которые обращаются вокруг Солнца, примерно один световой год. И если мы сравним с возможностями наших космических аппаратов, самый быстрый космический аппарат, созданный человеческими руками, Voyager 1. Он летит, ну, улетал он со скоростью выше третьей космической, потом еще поднабрал скорость у Юпитера, еще превысил скорость. И он пролетел за, наверное, 40 лет, вот с конца 70-х годов, он пролетел меньше одних световых суток. А лететь ему световой год. Короче, у нас Солнечная система большая, и если где-нибудь вы встретите, что Voyager улетел из Солнечной системы, не верьте. Но почему про него так пишут? Есть еще у нас одна граница в Солнечной системе, о которой часто не упоминают. А, да, вот это пример того, как наша Солнечная система могла выглядеть в древности. Вот это съемка другой Солнечной системы, точнее, не Солнечной, другой Звездной системы на этапе зарождения. Пылевой диск и вот эти вот прорехи, такие щели, как у колец Сатурна, это те места, где формируются планеты. Когда-то примерно так же выглядела наша Солнечная система, но сейчас она, это вот такая схема, Европейской Южной обсерватории они сделали. Еще одна часть Солнечной системы, это гелиосфера. Это, по сути, такой газовый пузырь, который Солнце надувает вокруг себя. Его можно назвать верхним очень разреженным слоем солнечной атмосферы. Все наши планеты, поиск опера, ну там примерно большая его часть, находится внутри гелиосферы. То есть, в принципе, мы все не находимся в открытом космосе, ну наша планета, или там Международная космическая станция, или Луна, или Марс. Мы находимся внутри этой гелиосферы, внутри газового пузыря, который надувает Солнце вокруг себя. Граница этой гелиосферы, это гелиопауза, место, в котором внешнее давление от там звездного ветра других звезд летит, 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 там световые годы, и сталкивается с солнечным ветром. Вот в том месте, где эти силы уравниваются, там наблюдается гелиопауза, или вот такая граница, это граница гелиосферы. И как раз вот эти новости про то, что Voyager вышел в межзвездное пространство, именно об этом, о прохождении этой границы. Это действительно межзвездное пространство, потому что там уже нет среды, которая формирует Солнце вокруг себя, газовой среды. Но в то же время, это все равно внутри Солнечной системы. Я не знаю, по-моему, это НАСА придумало такую формулировку, что вот мы вышли в межзвездное пространство, наши аппараты стали официально звездолетами, но при этом они находятся внутри Солнечной системы. Вот такое интересное противоречие. Это тоже очень схематичная картина гелиосферы. Сейчас вообще по последним моделированиям она больше похожа на гелиокруассан, потому что она так вот в два рога вытянута под воздействием внешней среды. А вот здесь пример того, как как раз внешняя среда воздействует на сферу, подобную сферу другой звезды. Вот здесь есть, мы видим звезда, это съема космического телескопа Хаббл. Есть звезда, есть внешний звездный ветер, который воздействует на нее, и как раз гелиосфера той звезды формирует перед собой вот такую ударную волну, потому что звездный ветер сопротивляется внешнему воздействию. И, видимо, что-то похожее, но, наверное, в более разреженном варианте. И наша Солнечная система за стороны смотрится, но пока мы посмотреть оттуда не можем. Начнем от центра, пробежимся по планетам. Солнце мы трогать не будем. Это желтый карлик, довольно распространенный тип звезд, довольно спокойный, благодаря чему мы, собственно, и возникли. И ближайшие миллиарды лет он таковым и останется. А то некоторые там пугаются, иногда в интернете пишут, а вот солнце взорвется. Я говорю, не парься, не на твоем веку. Учиться в школе, сдавать экзамены, платить ипотеку, жениться, тебе все-таки придется. И многие грустят. От этого я ему говорю, что не надейся, космос не избавит тебя от этих мучений. Меркурий. Внешне очень похож на Луну, по размерам чуть больше Луны. Довольно необычное космическое тело, практически без атмосферы. Там есть, но совсем незначительное. Очень плотное и большое ядро, металлическое, и происхождение его до конца не объяснено. Есть гипотезы, что когда-то он сформировался, как у Венеры, как Луна сформировалась у Земли, но не до конца обоснованно. Самая неизученная планета, ну, по крайней мере, из каменных, из внутренних планет Солнечной системы. К нему летало всего два космических аппарата, и всего один космический аппарат выходил на около Меркурианскую орбиту. Проблема не в том, что до него далеко лететь, он достаточно близко. Проблема в том, что космическому аппарату нужно провести очень серьезное торможение. Обычно кажется, что ракеты улетают и набирают скорость, и если они летят от Земли во внешние просторы, да, это именно так. У Земли есть своя орбитальная скорость, примерно 30 км в секунду, и когда мы от Земли летим куда-то дальше, например, на Марс, нам к этим 30 надо добавить еще 11 км в секунду. И это проще, чем тормозить. Если мы летим к центру, нам нужно тормозить, сбрасывать нашу скорость, и вот этот процесс торможения довольно сложный, и если бы Меркурий был побольше, это было бы лучше. По сути, нужно сбросить скорость так, чтобы не упасть на Солнце, и чтобы слабая сила притяжения Меркурия захватила космический аппарат. Это, в общем, сложно оказывается, и проще формировать орбиту так, чтобы аппарат просто пролетал мимо него. Вот как раз Магеллан-10 так и был сделан, а Маринер-10, наверное, а Мессенджер не так давно туда летал, тогда еще слово Мессенджер не означало какой-нибудь там онлайн-чат, это прямо на его веку происходило. Представил нам вот такие интересные снимки. И самое интересное, да, Меркурия, конечно же, ближайший к Солнцу планета, там очень жарко, на экваторе в полдень, а полдень там длится, по-моему, 50 суток или где-то так, температура где-то плюс 350 градусов. И самым шокирующим открытием ученых стало то, что на полюсах Меркурия есть вода, есть водяной лед. Они долго не могли в это поверить, сначала обнаружили радарными методами, потом перепроверили как раз Мессенджером, и они ее не пощупали, они не увидели эти куски льда, не сфотографировали их, но по ряду косвенных причин, по ряду косвенных признаков, они смогли определить, что да, это залежи воды на самой близкой к Солнцу планете. Вот так вот. Здесь указаны желтые пятна, это признаки воды, которые были получены при помощи радарного наблюдения Меркурия еще с Земли, телескопа Марисиба. И потом, когда Мессенджер провел полное картографирование местности, оказалось, что эти участки точно совпадают с областями вечной тьмы, то есть в эти места, поскольку это полюс, Солнце всегда близко к горизонту, и в эти кратеры просто никогда солнечный свет не попадает. Поэтому там температура ниже нуля, и там спокойно себе лежит водяной лед. Венера более горячая планета, чем Меркурий, хотя находится дальше. Она горячая, потому что этот эффект оказывает атмосферу, и по сути, понятие глобального потепления на Земле, эту модель глобального потепления, стали к Земле применять, тогда, когда поняли, что именно этот процесс ответственен за дикую температуру на Венере. На Венере атмосфера имеет плотность примерно 95 атмосфер. Там атмосферное давление примерно как на глубине 950 метров под водой. Туда, наверное, люди уже не ныряют, только батискафы, ну или какие-то рекордные нырки. Но ко всему этому прочему, кроме плотности и давления, есть еще плюс 450-500 градусов Цельсия на поверхности. Именно потому, что высокая атмосфера способна накапливать энергию от солнечных лучей и за ночное время не успевает ее сбросить. И поэтому там довольно жарко, даже жарче, чем на Меркурии. Причем там везде жарко. И на полюсах, и на экваторе, потому что атмосфера настолько плотная и настолько уверенно держит эту температуру, что географическая привязка не важна. Ну, важна только высота. При этом на высоте 50 километров над Венерой атмосферное давление единица, температура плюс 20 градусов. Это единственное место в солнечной системе за пределами Земли, где человек способен выжить в привычных для нас одежде только с кислородной маской. Ну, еще желательно очки, тоже аквалангистские надеть, потому что на этой высоте облака из серной кислоты. Так что долго вы с кислородной маской все равно не продержитесь. Но все-таки во всей остальной солнечной системе еще хуже, ну, кроме Земли, конечно. Земля это просто рай во Вселенной, во всей известной. Сейчас возле Венеры работает вот такой японский зонд Акацуки, снимает вот такие классные кадры. Причем вот эта часть, это инфракрасное свечение теневой стороны Венеры. Освещенная сторона вот здесь, белая, совсем засвеченная, а вот ночь на Венере светит в инфракрасном излучении. Вот так. Первые снимки поверхности Венеры были получены еще в 80-е годы советскими автоматическими станциями. Это программа исследования Венеры. Это, наверное, одна из самых успешных советских программ исследования межпланетного пространства. Вот это Венера-10, потом там была еще Венера-13-14, они даже цветные снимки поверхности представили. Но в целом это, понятно, такое вулканическое поле. Там могут быть разные варианты поверхности, но в целом понятно, что полностью безжизненная среда, хотя сейчас есть ученые, которые предполагают, что там кто-то все-таки есть, но мне кажется, они просто увлеклись надеждой, что им дадут средства повторить успешную эпопею Советского Союза в многочисленных космических аппаратах, исследующих Венеру. Пока нет. Совсем недавно было установлено, что Венера все-таки вулканически активная планета. Хотя она, например, активно теряет атмосферу, потому что там солнечный ветер уносит атмосферу, но атмосфера восполняется во время извержений действующих вулканов. И поскольку напрямую мы поверхность наблюдать не можем, приходится использовать либо радиоволны, либо инфракрасные. И вот здесь сочетание карта, построенная по данным радарного наблюдения Венеры, и температурная карта, наложенная по данным инфракрасного наблюдения. И мы видим, что на вершине горы очень горячо. Это практически прямое подтверждение того, что на Венере извергаются вулканы, причем прямо сейчас. Но, наверное, не так активно, как на Земле или, например, на Ио. Про Землю мы, надеюсь, и так достаточно знаем. Пойдем дальше. Про Луну. Вот так Луна видна, если посмотреть на нее в хороший телескоп. Я думаю, вот у вас здесь обсерватория, в нее примерно так мы это увидим. Хотя этот снимок с автоматической межпланетной станции, которая мимо пролетала, но примерно что-то такое можно и глазами увидеть. Если мы возьмем большой хороший телескоп, мы можем посмотреть, например, в кратер Тихо. Это вот один из самых заметных кратеров в нижней части Луны. Он виден. Здесь он под углом. И если мы будем на него в телескоп с Земли смотреть, он будет тоже под углом. Но мы его сможем рассмотреть примерно вот так. Чтобы посмотреть на Луну еще лучше, туда нужно запустить космические аппараты. И такие аппараты запущены. Аппарат ЛРО снимает гораздо ниже, снимает гораздо ближе. И мы можем посмотреть на вершину горы этого, в этом кратере. Это как раз вот эта четырехкилометровая гора в кратере. И если мы очень присмотримся, а на этом космическом аппарате два типа фотоаппаратов, один вот такой, то мы сможем рассмотреть камень на вершине этой горы. Вот этот валун здоровый, и он в поперечнике где-то сто метров. И в принципе, вот в этом качестве, в качестве изображения Луны, мы ее знаем сейчас всю. Мы можем посмотреть любое место на поверхности Луны и рассмотреть любой объект размером больше этого кресла. С это кресло и больше. И когда там говорят, что-то там на Луне скрывают, где-то там пирамиды, разбившиеся летающие тарелки, не надо Луну изучать через Google. Есть гораздо более хорошие данные, которыми можно пользоваться в открытую. Они в избытке находятся на специализированных сайтах, любой может ими воспользоваться. А, да, вот этот камень. И один из вопросов популярных, на основе которой я даже книгу написал, были ли американцы на Луне. Были. Это не вопрос веры. Следы остались. Вот они, они. Вот в центре это лунный модуль. Парные следы. Это следы ровера, на котором они катались, электромобиль. Тропинки такие более темные. Это вот протоптанные тропинки, где они там ходили, ставили оборудование. Оборудование в этой части стоит. И эти следы останутся еще сотни лет. Их нельзя с Земли увидеть в телескопы, потому что атмосфера мешает, Луна достаточно далеко. Но запустить свои космические аппараты, запустить свои луноходы, в конце концов самим туда слетать, в ближайшие десятилетия возможность точно будет. И если вы не верите американским снимкам, это снимок американского спутника, можно взять любой другой. Сейчас у индийцев летает спутник, который должен снимать даже в более высоком качестве, чем вот это. Я все жду, когда же он все-таки это сделает. Хотя он еще ему работает долго. Кроме этого, на Луне нашли пещеры. Это прям как в незнайке на Луне. Заглянул в пещеру и ушел в далекие-далекие катакомбы. Но это не строили маленькие коротышки в ядре Луны. Это естественного происхождения тоннели, называемые лавовые трубки. Они формируются естественным путем во время массивных извержений вулканов, когда формируется очень жидкая лава. У лавы там есть разные типы в зависимости от состава. Один из этих составов способствует тому, что возникают такие гигантские лавовые поля. Что-то похожее происходит сейчас на Гавайях, и там тоже по лавовым трубкам старым экскурсии водят. Ну и в немного меньшем масштабе, потому что другой состав лавы, можно найти у нас на Камчатке. На Луне силы тяжести меньше. Состав Луны, состав породы, когда-то, видимо, был во время извержений очень благоприятствующий таким лавовым трубкам. Поэтому предполагается диаметр этих провалов примерно 100-200 метров. И предполагается, что под поверхностью эти тоннели могут протягиваться на сотни или тысячи метров. И, по сути, это полноценная уже коммуникационная сеть, такой метрополитен, естественным путем, созданный под поверхностью Луны, защищенный от радиации, защищенный от падения метеоритов. Бери и пользуйся. Ну, понятно, конечно, благоустроить придется все-таки, но заглянуть туда пока никто не добрался. Сейчас у европейцев есть проект запуска малых космических аппаратов, чтобы просто нырнуть туда и посмотреть, что там есть. Но пока мы можем только сверху посмотреть. Вот так они примерно выглядят, если поближе. И второе открытие, в котором поучаствовали и наши ученые в Институте космических исследований, это вода на Луне. Точно так же, как у полюсов Меркурия есть вода, на Луне тоже есть. Ее, правда, поменьше там в несколько раз даже, чем на Меркурии. Но все-таки она есть. И вот такие карты были построены за счет, при помощи работы российского прибора Лэнд на американском космическом аппарате. Том самом, который как раз фотографии делал. И в данном случае, вот синее показано, высокая концентрация воды, красная, малая концентрация воды. То есть вода есть, но, правда, маловато. На Марсе больше. И про Марс тоже мы, можно говорить, я, по крайней мере, могу говорить часами, поэтому пробежимся быстро. Во-первых, на Марсе есть вода. И мы уже знаем, где она лежит. Вот в данном случае такой ледник, который в результате обрушения грунта или эрозии обнажился, и видны слои воды, просто белого водяного льда. На Марсе есть органические вещества, органические соединения. Но это не значит, что там есть или были марсиане. Потому что органические вещества – это просто соединения углерода и водорода. И пока подтверждений, что на Марсе кто-то есть и кто-то был, нет. Ну, точнее, правильнее будет сказать, теперь мы точно знаем, что на Марсе теперь кто-то есть. Потому что наши марсоходы не стерилизовали на 100%, поэтому сейчас на Марсе есть жизнь, но это земная жизнь. И все марсоходы, которые на нее на Марс садились, можно считать первыми земными колониями. Там нету марка «Вотни», они не выращивают там картошку. Но мы уже начали, как представители жизни на планете Земля, мы уже начали колонизацию соседней. Хотя это, наверное, не так, как мы представляли. Пойдем дальше. Астероиды. Большие камни, большая часть которых летает между орбитами Марса и Юпитера. Но некоторые из них пересекают орбиту Земли, поэтому считаются опасными, сближающимися астероидами. Про них фильмы снимают, типа «Армагеддона» и подобных. Но чаще всего они не падают на нас, хотя, конечно, челябинцы со мной не согласятся. Чаще всего они пролетают мимо, потому что они падали там миллиарды лет до этого, и нам, в общем, повезло жить довольно в комфортное время, уже не настолько опасное. Но когда они пролетают близко, это тоже относительное понятие «близко», там 2 миллиона километров с точки зрения астрономов, это близко. С точки зрения там стрелков из винтовки, если вы там стрельнете мимо мишени на расстоянии 2 миллиона километров, золотой медали вам не дадут. И большая часть все-таки летит мимо, и вот это радарное наблюдение, то есть мимо летит астероид, на него один радар светит, другой радар принимает отраженные от него излучения в радиодиапазоне и формирует вот такое изображение. И оказалось, благодаря этому наблюдению, что у некоторых астероидов есть свои спутники маленькие, и вот здесь как раз видно вот эта серия кадров, показывающая большой и малый астероид. И сейчас, в ближайшие несколько лет, должны как раз отправить специально космический аппарат к такому астероиду, у которого есть свой спутник. Об этот спутник еще постараются ударить болванкой, чтобы посмотреть, насколько изменится его орбита, то есть веселье в нашей Солнечной системе будет продолжаться. Но оно уже происходит. Вот это пример сближения японского космического аппарата Хаебуса-2 с астероидом Рюгу. И мы можем увидеть поверхность астероида в хорошем качестве, можем посмотреть, что там есть. И Хаебуса-2 не просто посмотрела на него, она схватила немного грунта, уже довезла вот в ноябре, по-моему, или в декабре 2020 года, прошла успешно посадка. Она выстрелила в него из гранатомета. Они реально кумулятивный гранатомет с собой отвезли в космос и с близкого расстояния долбанули в астероид этим зарядом, чтобы посмотреть, что у него внутри. Я Хаебусу-2 называю местью за Челябинск. Земляне отправили бомбить вражеский астероид в отместку. Ну, в общем, весело у японцев было в межпланетном пространстве, но сейчас, правда, они закончили эту миссию. Следующая их цель – это ФОБОС, спутник Марса. То, что в России хотели реализовать в программе ФОБОС-ГРУНТ, но не реализовали, попытаются японцы. По-моему, в 2024 году они планировали. Кометы тоже осмотрели гораздо лучше, чем когда-то. Во времена того же Гагарина на них могли посмотреть только в телескоп. И ядра кометы увидеть было невозможно, потому что вокруг кометы формируется кома, это такой сгусток газа и пыли, и просмотреть через него, все это отражает солнечный свет, рассеивает свет, и проникнуть взглядом через эту кому к ядру кометы было невозможно. Европейцы сделали ход конем, запустили космический аппарат, который не просто встретился с кометой, как, например, с той же кометой Галея встречались там советские Вега, европейские тоже, 80-е. Он запустили спутник так, что комета его догнала. И они практически сравняли скорости, и он имел возможность лететь рядом с кометой очень долгое время, снимал ее, даже сбросил зонт на поверхность. Это вот европейская розетта и спускаемый аппарат Филы. Он до сих пор остался на этой комете, а потом и саму розетту сбросили тоже на эту комету. Когда работа закончилась, ученых сказали, ну все, мы узнали об этой комете все, что могли, наизучались, все, заканчиваем. И сбросили и розетту на нее, и где-то она сейчас там летает. Там же в поясе астероидов у нас есть Церера, карликовая планета, самая ближайшая и самая маленькая карликовая планета, ближайшая к Земле, которая у нас, ну вот была, единственная она была осмотрена со всех сторон, космический аппарат вышел на ее орбиту, мимо Плутона аппарат просто пролетел в течение одного дня, а эту осмотрели со всех сторон, и нашли такие интересные образования на поверхности ярко-белого цвета. Церера находится на таком расстоянии к Солнцу, где солнечный свет растопил бы лед, он бы просто испарился, и вот этих белых пятен бы не было. Поэтому это точно был не лед, и ученым потребовалось года три, наверное, чтобы ответить на вопрос, что это такое. Оказалось, это сода. Если хотите почувствовать себя в космосе, зайдите на кухню, найдите заветную желтую коробочку и потрогайте кусочек космоса. Хотя реально, конечно, мы все кусочек космоса. Вот так это выглядит. Видимо, это был Крио-вулкан. Церера во много, даже не кора, а недра Цереры, процентов на 60 состоят из воды. Поэтому, если ее нагреть, эти недра будут извержения пара, то, что называется Крио-вулкан. И вот этот пар вместе с этим паром, вместе с этой жидкостью, и осела сода на поверхность, и оставила такие белые пятна. Дальше Юпитер. Красивейшая планета. Сейчас возле Юпитера летает космический аппарат Джуно. Присылает вот такие шикарные кадры. Но это, правда, после такой художественной обработки. Там яркость подтянули, контраст повысили, и получаются вот такие в стиле Ван Гога произведения искусства. Хотя это наука и искусство вместе. Джуно изучает недра Юпитера. Уже узнал, что у Юпитера есть все-таки твердое ядро. Что это не сплошь газовая планета. Но там еще загадок немало. Например, образование большого красного пятна. Или сейчас за последние годы астрономы опасаются, что оно скоро исчезнет. Оно постепенно уменьшает свой размер. И действительно, может быть, это последние десятилетия, когда мы можем посмотреть на него. Так что если у вас есть под боком телескоп, идите скорее туда. Посмотрите на это красное пятно. Потом будете внукам рассказывать. Они будут завидовать. Потому что у них такой возможности не будет. Хотя, может быть, они туда сами слетают. И тогда мы будем им завидовать. У Юпитера есть очень мощное магнитное поле. Мощные радиационные пояса. Мощнее, чем у Земли. И есть полярное сияние. Мы здесь видим эту съемку околоземного телескопа Хаббл в ультрафиолетовом диапазоне. Вот как раз полярное сияние. Его даже в рентгеновском диапазоне, в радиодиапазоне регистрируют. Но в ультрафиолете красивее всего. ИО один из главных спутников. У Юпитера четыре больших спутника. Так называемые Галилеевы. Которые с Земли можно даже не то, что в телескоп, а в небольшой бинокль рассмотреть. И это тоже для меня, когда я купил свой первый бинокль, посмотрел. Ну, Юпитер до меня стал таким фундаментальным открытием. Ничего себе. Так я не вижу, а так вижу. Это было что-то круто. И тоже всем рекомендую. Даже для начала первых шагов в астрономии необязательно иметь полутораметровый телескоп где-нибудь у себя на балконе. Достаточно хорошего бинокля. Ну, конечно, вот так вы ее не увидите. Это специально космический аппарат Галилео. Запустили к спутникам. И он нам показал вот такое ИО. Это самый вулканически активный объект в Солнечной системе. Там вулканы извергаются несколько десятков постоянно. Это из-за нагрева от гравитационного воздействия Юпитера. Не потому, что как в недрах Земли, например, там радиоактивный распад, который нагревает изнутри Землю. Здесь другой эффект, но результат еще более впечатляющий, чем для Венеры или для Земли. Но при этом у нее практически нет атмосферы. Потому что слабая сила притяжения, высокое воздействие радиационного пояса Юпитера и даже вот такие фантастические виды с извержением вулкана. Это фонтан высотой 400 километров. Не формирует какую-то достаточно плотную атмосферу, но зато формирует вот такие красивые картины. Вот здесь каждое пятно практически, что на этом снимке, что на этом, это отдельный вулкан. И многие из них действующие прямо сейчас. Может быть, не все такими фонтанами, но лава извергается в постоянном режиме. Еще один интересный объект, спутник Юпитера, это Европа. Это ледяной шарик. Он не весь ледяной, но внешне он покрыт корой воды. Он уже находится на достаточно большом расстоянии от Солнца, чтобы прямые солнечные лучи воду не испаряли. Это уже там 600 миллионов километров от Солнца. Есть вот такие трещины темные, а так он довольно белый, потому что это лед. Но подо льдом есть вода и есть теплая вода. По сути, где-то глубже есть твердое каменное ядро, и за счет того же эффекта, за счет которого нагревается ИО, нагревается и Европа. То есть там есть жидкая вода, там есть плюсовая температура, там есть практически все необходимые химические элементы для жизни, и по сути есть все условия для, по крайней мере, развития подводной экосистемы. Но заглянуть мы туда пока не можем, потому что 5, в некоторых местах, там до 20 километров толщина этого льда. Пробурить тоже довольно сложно. Это даже с Антарктидой сложно у нас на Земле, а уж у Юпитера это делать еще сложнее. И долгое время ученые смотрели на него, а этот спутник облизывались, но не могли ничего сделать. А потом вдруг оказалось, что периодически вот эти трещины расходятся, и в небо Европы хлещут струи воды из недр этого океана. И сейчас уже создают космический аппарат, который полетит туда, и его задача будет поймать этот момент, пролететь через этот фонтан, собрать воду и попытаться определить, есть ли там какие-нибудь признаки жизнедеятельности. Потому что жизнь на Марсе искать продолжают. И там в ближайшие 3 года будет интересное исследование в российско-европейском проекте «Экзомарс». Но, судя по всему, там не так уж, даже если там кто-то когда-то и был до нас, то, наверное, не особо бурно, поэтому, а чтобы заметных следов не осталось. Там марсоходы уже давно катаются, если бы что-нибудь было, мы бы уже нашли. А вот Европа – следующий ожидаемый кандидат для места, где можно было бы кого-то неземного поискать. Дальше у нас Сатурн. Самая, наверное, красивая планета. Обладает самой интересной системой спутников, потому что есть и разрушившиеся спутники, которые мы видим здесь как кольца. Кольца Сатурна – это мелкий водяной порошок, ледяной, по сути, много-много снега, в которой разрушились ледяные спутники. А практически все спутники у Юпитера, это по большей части состоят изо льда, потому что он еще дальше от Сатурна, прошу прощения, он еще дальше от Юпитера находится. И у Сатурна все, что вокруг него летает, и, в общем-то, все, что дальше него летает, имеет очень большой состав с водой и со льдом. Примерно вот так это выглядит поближе. Это кольцо, это маленький спутник, по своей орбите сформировал щель в кольце, и такие волны пускает за счет гравитационного воздействия на вот тот самый ледяную пыль. Самый интересный спутник в системе Сатурна и, наверное, самый интересный спутник в Солнечной системе вообще – это Титан. В отличие от других крупных спутников, он обладает плотной атмосферой. Эта атмосфера в полтора-два раза плотнее земной. Сила притяжения там в семь раз меньше земной. И это единственное место в Солнечной системе, где миф об Икаре выглядел бы правдоподобно. Это действительно место, где можно на самодельных крыльях было бы попытаться человеку полетать, потому что плотность атмосферы выше, а силы притяжения меньше. И более того, внешне, да, на Европу похож, но там температура минус 170-180 градусов. При этом там идут дожди, там есть реки, там есть небольшие моря и озера. И вот рельеф Титана очень похож на земной. На Марсе тоже есть русло, тоже есть остатки озер, по крайней мере, высохшие. Даже есть признаки океана древнего и даже не совсем испарившегося, а частично замерзшего. Но там, на Марсе, все высохло, а здесь все течет, все изменяется. При этом состав коры Титана, вода, потому что температура минус 170 градусов, а жидкостью выступает жидкий метан. То, что для землян это природный газ, то, что у нас течет, горит в конфорках, в газовых плитах, на Титане имеет свойство жидкости. И вот именно поэтому он настолько интересен. И туда будут запускать еще космические аппараты, даже собираются запустить вот такой гигантский дрон, который на 8 пропеллерах должен летать с места на место, изучать всю местность. Это будет суперинтересное исследование, но ждать его лет 10, наверное. Еще один интересный объект в системе Сатурна – это энцелад. Внешне он похож на Европу, только немного почище. У него тоже есть трещины, но не такие коричневые, как на Европе. И он меньше в несколько раз. Это такой 500-километровый снежок. И у него, у его южного полюса, идет извержение воды постоянно. Если у Европы время от времени где-то что-то там пшикает, то здесь постоянно 200 килограмм воды в секунду улетает в космос. Я как-то попытался посчитать, за какое время энцелад кончится. Ну, потому что если он постоянно выкидывает воду, значит, когда-то она должна закончиться. И весь он, поскольку снаружи он ледяной, внутри вода теплая. И нагрев точно так же идет за счет гравитационного взаимодействия. У меня получилось что-то там 100 тысяч лет, но вероятность с ним не произойдет этого, потому что та вода, которую он выбрасывает, остается на той же орбите вокруг Сатурна, формирует отдельное кольцо. Вот здесь, если назад посмотреть, вот это вот размытое кольцо, бледное, это как раз результаты выброса энцелада. Вот это как раз, наверное, эта точка бледная, энцелад, и есть. И он, вероятно, просто обратно собирает ту же самую выброшенную воду, и за счет этого он чище, чем Европа. И энцелад, по сути, самое блестящее тело в Солнечной системе, потому что он отражает в сравнении со всеми остальными объектами Солнечной системы, отражает самый больший процент солнечного света, порядка 90% он отражает. Второе, наверное, ну если Европу не считать, поконкурировал бы с ним Венера за счет бледной, ну у него там бледный-желтый, но все-таки яркие облака, хорошо отражающие свет, поэтому мы ее и на вечернем небе, или там на утреннем небе можем видеть хорошо, когда она в подходящих условиях находится. Но энцелад, ну и площадь у нее, видимая, больше, поэтому она ярче, чем энцелад. Конечно, глазами мы его не увидим, и для этого уже телескопы нужны. А еще одно интересное объект тоже в системе Сатурна, это Е-Пет. Это двуцветный спутник. С одной стороны он коричневый, с другой стороны белый. И это известная загадка, какого цвета зебра? Она черная с белыми полосками, или белая с черными? Вот про него мы знаем точно, он белый с коричневыми пятнами. Белый, потому что ледяной, потому что плотность его близка к плотности воды, как и у других, многих других спутников Сатурна. Рядом с ним летает очень старый, очень побитый жизнью каменный спутник, который, вероятно, был захвачен со стороны. И пыль от него и покрыла Е-Пет вот такими интересными пятнами. И здесь мы видим такую серию снимков, просто они туда-сюда закольцованы. И вот как раз это один аппарат, Кассини, очень долго работал у Сатурна, и все эти классные кадры наснимал. А вот Уран и Нептун самые у нас обделенные вниманием планеты. Мимо них пролетел всего один космический аппарат, один Voyager. Пролетел, вот что он успел снять, если к Меркурию хотя бы двое летали, здесь один просто пролетел и улетел дальше. И все. И больше к ним никого никогда ничего не запускали. Почему? Потому что всегда ученые находят что-то более интересное поближе. Там же всегда идет конкуренция. Разные группы ученых предлагают разные исследования, и денег на все, естественно, не хватает, и бюджетный комитет принимает решение, что же мы все-таки будем изучать. Вот это поближе или вот это подальше, но ждать подольше. Если что-то имеет перспективу высокого интереса, например, жизнь на Европе, туда можно снарядить. Если же там Нептун, туда полета ждать лет 15, еще там сколько он будет работать. Ну, в общем, как правило, побеждают более интересные, более близкие. В очередной раз поехать на Марсе жизнь поискать, или там астероиды какие-нибудь посмотреть пока. К сожалению, так, а до них внимания не остается. Но когда мы поплотнее все поближе к Земле изучим, может быть, и до них еще доберутся. У них тоже у Урана интересные. Они такие повторения Юпитера и Сатурна в миниатюре. У Урана четыре крупных спутника, как у Юпитера. У Нептуна более-менее заметные кольца. Хотя вообще у планеты гигантов у них у всех кольца есть. Но у Нептуна позаметнее. И один большой спутник, как у Сатурна. Это такая Ctrl-C, Ctrl-V. Только масштаб немного уменьшили, когда создавали Солнечную систему. И еще вот как раз про... Вот это спутник Феба-Сатурна. Тот самый грязный, который нагадил на Епет. Он похож и предполагается, что это захваченный Сатурном как раз малый объект, малое тело Солнечной системы, о которых я ранее упоминал, кентавры. Это как раз такие, ну не астероиды, но вот такие малые куски камня и льда, которые летают где-то там в районе Нептуна или дальше. И вот недавно, может быть полгода назад, мне встретилось исследование, которое просто меня шокировало. В том плане, что оказалось, ну или по крайней мере с высокой долей вероятности, можно предполагать, что некоторые кентавры, вот такие вот похожие на этот камень, куски, которые летают в нашей Солнечной системе, не из нашей Солнечной системы. Они просто были захвачены у другой Солнечной системы, более древней, либо сформировавшейся одновременно с нашей, когда они там могли обмениваться, где-то поблизости находились и могли обмениваться материалом. Это произошло, и теперь у нас получается, есть возможность исследовать чужую Солнечную систему или космические тела чужой Солнечной системы, не улетая из нашей. Это очень крутая возможность наследить где-то еще или исследовать где-то совсем удаленные места, даже уже за пределами, по сути, межзвездное исследование провести. Но на халяву, по сути, потому что они сами к нам прилетели. Наиболее известные и последние, самые дальние тела Солнечной системы, это, конечно, Плутон и Харон. В данном случае Плутон, Харон, они располагаются чуть дальше друг от друга, но масштаб здесь соблюден. По сути, это двойное космическое тело, двойная планета или, в данном случае, двойная карликовая планета. Плутон, конечно, поинтересней, когда новые горизонты мимо него пролетел, снял вот такие шикарные кадры. Вот это место большое, светлое, назвали в честь первого спутника, который запустил Советский Союз. Она так и называется, равнина спутника. Другие там тоже объекты имеют название и тоже связанные с историей нашей космонавтики, но вот это самое крупное. Оранжевый лед – это азотный лед, коричневые пятна – это старая органика, самая древняя поверхность Плутона, органические соединения, но опять-таки не жизнь, просто соединения углерода и водорода. А вот такие голубоватые, голубоватый налет на вершинах Плутонианских гор – это метановый лед. Если у Сатурна на Титане метан еще имеет жидкую форму, то еще дальше, на Плутоне еще холоднее, то тут метан уже конденсируется в атмосфере, а атмосфера как раз у Плутона примерно метановая. И вот это мне в фотографии нравится больше всего. Это солнечная система, вид сзади. По крайней мере, не та солнечная система, о которой я вначале говорил, радиус которой один световой год, а та солнечная система, которую знал Юрий Гагарин. Все, что он знал в солнечной системе, находится с той стороны. Это затмение Солнца Плутоном. Космический аппарат «Новые горизонты» просто пролетел через тень Плутона, чтобы снять его атмосферу. Но вот все планеты, все тела, о которых мы говорили, они все с той стороны. И это, мне кажется, такой некий промежуточный финал осмотра нашей солнечной системы. Мы, наши планеты, осмотрели все. Результатом осмотра можно быть удовлетворенными. Но это не последнее, что снял «Новые горизонты». И самое далекое из осмотренных тел солнечной системы, это вот такой объект, который назывался сначала «Ультима Тулия». Точнее, нет, сначала вот 2014 МЮ-69, потом его называли «Ультима Тулия», потом переименовали «Варакот». Это такая картошка размером примерно 30 километров. Такое контактное двойное, как это называется, контактное двойное тело, похожее на ядро кометы, но побитое жизнью, видимо. Благодаря этому он имеет такую зализанную поверхность. Самая далекая и самая древняя из осмотренных вблизи космических тел солнечной системы. По крайней мере, поверхность очень древняя. Новые горизонты, аппарат улетает дальше, фотокамера у него еще работает, связь с ним пока есть, и, возможно, будет еще какой-то похожий объект на его пути, или там немного скорректируют траекторию, чтобы он мимо пролетел, и мы посмотрим еще кого-нибудь, но для этого придется подождать. И последнее, о чем стоит упомянуть, это девятая планета, или планета Икс, как ее называют. Если смотрели выпуск Дудя, с Батыгиным, с астрофизиком, это вот как раз один из групп человек, ученые из группы ученых, которые предположили, что дальше Плутона, намного дальше Плутона, вот здесь вот это вот пыльное такое кольцо вокруг центра нашей Солнечной системы, это не пояс астероидов, это пояс Койпера, пояс Койпера, в котором летает Плутон, и тела, которые дальше Плутона находятся. Они нашли в другой группе космических тел, они стали открывать все больше и больше объектов, это как раз тот самый рассеянный диск, еще не облако Оорта, которое находится еще дальше. Рассеянный диск — это вот объекты, которые отлетают на достаточно большое расстояние, и когда обнаружили всего несколько штук этих объектов, оказалось, что их орбита как-то так сформирована, как будто что-то на них повлияло, чтобы они заняли именно эту орбиту, так очень похожую друг на друга. И тогда ученые сказали, ну это, наверное, какая-то далекая планета, которая настолько далека, что не влияет ни на какие внутренние планеты, ни на какие внутренние тела, иначе мы бы это влияние заметили раньше, но при этом влияет, достаточно сильно имеет влияние на вот эти вот далекие тела рассеянного диска. И звучало логично, но потом пришли другие ученые и сказали, что, ребята, может быть, вот эта общая и похожая орбита найденных вами тел связана не с тем, что их что-то так сформировало, а может быть, просто ваши возможности наблюдения были ограничены этой областью, и вы находили только то, что летало в удобном для вас месте для наблюдения. Они, конечно же, не согласились, они сказали, да нет, у нас все по статистике сходится, это точно что-то внешнее на них влияет, но пока они не нашли нужную планету, загадка и интрига остается, пока ее нет, можно предуплагать то или другое, но самое главное, чего они добились этим хорошим пиаром, им выделили много наблюдательного времени на одном из самых крутых телескопов, наземных телескоп Субару на Гавайях, и они сейчас этим гигантским 9-метровым телескопом шарят по небу в попытках доказать свою правоту с этой девятой планетой, но пожелаем им удачи. На этом у меня все, надеюсь, все смогли выспаться, отдохнуть, зарядиться бодростью для покорения космоса. Если будет еще интересен космос, вот рекомендую две своих книги, вот это немного попроще, но для как раз тех, кому интересны исследования солнечной системы, а это посложнее про людей на Луне, про все вопросы или большую часть этих вопросов, которые задаются в контексте пребывания людей на Луне, там американцев на Луне, по-разному можно говорить, но суть именно в этом. Если вас волнуют какие-то вопросы, связанные с этим, космическая радиация, почему флаг раскачивается, почему звезд не видно, и еще там несколько десятков вопросов, связанных с этим, там эти ответы есть. Спасибо. Спасибо. У вас наступает самый приятный момент, это сессия вопросов-ответов. Я прошу зал подключаться. Если у вас возникают вопросы, вы давайте знать, и, соответственно, микрофон перейдет к вам. А пока зал собирается с вопросами, есть вопросы, поступившие ранее, через, и вот сейчас я записывал некоторые поступающие, через социальные сети. Если позвольте, вот сразу, раз вы о людях на Луне упомянули, был вопрос к вам, как автору этой книги, почему не стоит сомневаться, что американцы были на Луне? Так, сомневаться стоит, пожалуйста. На сомнении базируется вся наука. Это нормально. Ненормально, когда вы это сомнение возводите в абсолют и в ранг веры. Вера это отдельное. Верой занимаются в других ведомствах. А знание, это суть получения знаний, это перепроверка. Да, мы сейчас не можем сесть в ракету и улететь на Луну. Но есть другие способы. И там сравнить фотоснимки, например, поверхности Луны, которые американцы привезли и которые сделали советские луноходы. И сравнить их, например, с снимками китайских луноходов, которые сейчас даже один ездит по Луне, и посмотреть, насколько пейзажи отличаются. Та ли это Луна? Если мы возьмем, например, фильм Стэнли Кубрика, «Космический Одиссей» 2001 года, и сравним, например, со снимками американскими на Луне, мы увидим разницу. Но если мы сравним снимки, черно-белые снимки наших луноходов с американскими снимками, мы не увидим разницу, потому что среда на Луне примерно одна, пейзажи на ней примерно одни, даже если космические аппараты находятся в разных точках самой Луны. Ну там банальная разница, у Стэнли Кубрика на Луне горы острые. И раньше это казалось логично, потому что ветровой эрозии нет, дождей нет, с чего бы им быть не острыми. А когда американцы туда прилетели, и потом советские луноходы следом, оказалось, что там все пейзажи вот такие зализанные. И сначала думали, почему, а потом поняли, на Луне эрозия есть. Но это внешнее воздействие, не только большие метеориты, но и в постоянном режиме бомбардируется поверхность Луны мелкой космической пылью. Астероидов у нас в районе Земли уже в общем-то нет, Земля все собрала на себя во времена динозавров и до нее. Но мелкая космическая пыль, кометная пыль, которую мы видим, как падающие звезды, такие метеоры, все это воздействует и на Луну. Если у нас это все горит в атмосфере, Луна принимает это прямые удары, и деградация поверхности есть. Собственно, вот эти следы, которые там американцы натоптали, она тоже подвержена этой деградации, и они постепенно стираются. Но пока за 50 лет не стерлись, но я думаю, если мы сейчас туда прилетим, в точно таких же ботинках рядом поставим след, со следом того же Армструдга, мы увидим разницу. Потому что это будет свежий, а это будет след, который подвергался 50-летней эрозии. И даже если мы сейчас там решим, если там американцы, например, скажут, побежали, скорее натопчем все следы, которые мы нарисовали вот на этих снимках, которые я показывал, чтобы это было точно совпадало, не получится. Потому что мы сразу определим, свежие это следы или 50-летней давности. Поэтому перепроверять можно. И, собственно, в своей книге я именно это и делал. Я собрал все альтернативные способы перепроверки, кроме, естественно, полета на Луну. Ну, не могу я это пока сделать, хотя мы работаем над этим, например, по радиации. Там целая, я не знаю, ну, не кандидатская, но это прям основа для новой книги про радиацию, про космическую. Суперинтересно, суперсложно, но самое главное, те данные, которые американцы привели по своей радиации, по тем дозам, которые получили астронавты там по своим нательным дозиметрам, которые у них были, точно совпадают с тем, что насчитал советский дозиметр еще на Луне-9, и что насчитал китайский дозиметр на ЧАНЕ-4 исследования, которые опубликованы данные, были полгода назад. У американцев даже чуть выше дозы, ну, там совсем незначительно. То есть, здесь они не соврали, если вам кто-то скажет, на Луну летать нельзя, потому что радиация, он просто не ознакомился с реальными, известными, инструментальными данными, которые были получены во время советских экспедиций, американских, потом туда летали японские космические аппараты, индийские, китайские, европейские. Практически все они вели наблюдение за космической радиацией, и все эти данные есть в опубликованных материалах, просто можно взять и сравнить. Поэтому есть скепсис, берешь и проверяешь. Стремление к знаниям так и формируется, так и реализуется, скажем. Спасибо. Зал, вопросы? Пока зал думает, продолжу. Вы сами про Веру упомянули, и был вопрос, где пришел прям как в воду, что называется. Научно-популярная, да, вот есть научная, есть все-таки популярная. То, что нравится большому кругу людей слышать всегда, но оно связано все-таки больше с верой, чем с наукой. Верите ли вы в существование внеземной расы, похожей на человеческую? В том, что жизнь во Вселенной есть, я не сомневаюсь. И здесь тоже не вопрос веры, здесь вопрос факта. Есть факт. во Вселенной, в известной нам Вселенной, с известными нам законами Вселенной есть жизнь. Более того, в нашем примере это даже разумная жизнь. Ну, там, когда новости смотришь, иногда в этом можно усомниться, поэтому лучше их не смотреть. Но в целом, ничто не запрещает тем же самым физическим процессом преобразоваться в биологические, физиологические процессы и сформировать что-то подобное. планеты, там, звезд триллионы, планет еще больше, у каждой звезды, наверное, по нескольку планет. И где-то условия достаточно пригодны для жизни, как вот, например, там у нас даже в Солнечной системе, там на Венере вроде, можно в каком-то состоянии сколько-то сохраняться и не сразу там погибнуть. В Европе можно какой-нибудь рыбе, там селедке или какому-нибудь донному кальмару вполне благополучно плавать. Даже в нашей Солнечной системе есть несколько мест, где в той или иной форме могут поддерживаться известные нам формы жизни. Во всей остальной Вселенной таких мест бесконечное количество, как бесконечная сама Вселенная. Значит, где-то кто-то есть. Почему у нас этого нет? Почему мы их не видим, не слышим, как известный парадокс Ферми, где они все? Ну, наверное, все-таки вероятность совпадения того, что из неживой жизни, из неживой природы сформируется живая, из одноклеточной сформируется многоклеточная, из многоклеточных сформируются там позвоночные и разумные. Это все-таки долгий процесс и это долгий процесс по сути везения. Вот нам, вот мы здесь сидим, нам везло 4,5 миллиарда лет, чтобы мы могли вот сидеть там, смотреть видео или там дремать на лекции. Но надо этим пользоваться, надо радоваться этой возможности и надеяться, что нам будет везти еще 5 миллиардов лет. Но вот кому-то, наверное, не повезло. Либо тому, кому повезло. Это просто было достаточно, слишком далеко, чтобы мы могли с ним связаться, а мы, например, в радиодиапазоне прозвучали в нашей галактике где-то на 120, наверное, на 130 световых лет, когда у нас только началось радиосообщение. А наша галактика 100 тысяч световых лет. То есть мы заявили о себе, как разумных, в очень малой части, в одной тысячной практически, диаметра нашей галактики. То есть там метр, представьте, вот мы о себе заявили на одном миллиметре нашей галактики. Это галактика, а там еще миллиарды других галактик. где-то кто-то наверняка есть, но либо если они дошли до нашего уровня, мы их не видим, а если мы там, мы тоже, наверное, на раннем уровне, либо, что мне больше всего нравится, мы просто первые. И такая завершающая мысль к этой теме, несколько лет, как раз для этой книги меня попросили какую-нибудь умную фразу сформировать, здесь я вот на обложке другая фраза, эту я оставил на потом. Артур Кларк сказал, мы либо одни во вселенной, либо нет. И то, и другое пугает. Я его перефразировал в если мы одни во вселенной, вся она наша. Если мы не одни, то у них проблемы. Если не сейчас, то потом мы им их создадим. Спасибо, замечательно. Ваши аплодисменты. раз нет вопросов, пока аплодисменты. Кстати, Дмитрий Ольбереж, а вы верите? Да. Как не использовать случай, не адресовать этот вопрос и вам тоже. Какой? По поводу... Насчет внеземных цивилизаций, аналогичных нашей человеческой, существуют ли они? Ну, я, значит, с Виталием здесь соглашусь. Вселенная слишком большая, чтобы мы сейчас могли бы сомневаться в том, что там есть что-то, что нам пока что непонятно, неизвестно. И очень важен, конечно, как сказал Виталий, временной фактор. Ну, мы знаем, что, во всяком случае, видимая вселенная это 15 миллиардов лет. Значит, это 15 миллиардов лет. Из них мы прошли этап 4,5 миллиарда лет. Как жизнь. Как жизнь. Никто же не знает других. Может быть, мы не совпали по времени. Может быть, мы были действительно первыми и хотелось быть первыми. Вот. Может быть, мы уже не первые, а те цивилизации или, скажем так, те формы жизни, которые были, они, может быть, уже исчезли. Ведь мы знаем, что и солнечная система не вечна. На протяжении человеческой жизни это кажется очень большим временем. На протяжении жизни Вселенной это совсем маленькие этапы развития. Спасибо. Ну и всегда, кстати, вот когда в молодежной аудитории мы встречаемся не только в связи с космосом, а так или иначе обсуждаем наше сегодняшнее наше сегодняшнее состояние нашей науки, нашей промышленности, которая так или иначе ориентируется на достижение науки. Этот вопрос витает и очевидно, вот он пришел и через социальные сети и чуть раньше. Почему в России нет своего Илона Маска? Ну и про частную космонавтику в частности. Какие ее перспективы с вашей точки зрения? Победит ли она государственную космонавтику? Вот такой блок вопросов, который всегда возникает. Ну смотрите, что делает Илон Маск? Запускает ракеты, запускает космические корабли, пишет в твиттере. По-моему, ответ на вопрос, где русский Илон Маск, очевиден. Ну Дмитрий Рогозин, ну что тут еще гадать? Он лучше всего подходит на роль русского Илона Маска. Ну он, конечно, не частник, но у нас частная космонавтика пока находится в зачаточном состоянии. У нас просто разные условия. Это как с внеземной жизнью или с внеземной цивилизацией. Невозможно повторить все процессы и на разных планетах, и в разных странах. Так, чтобы получить идентичный результат. Всегда есть своя культура, есть правовая система, есть приоритеты национальные, они всегда разные. У них сделана ставка на частников по сути с момента зарождения космонавтики, а космонавтика не оторвана от промышленности. Если мы посмотрим вот там сейчас Илон Маск, Space X звучит, а кто конкуренты у Илона Маска внутри страны? Локхит Мартин, Нортроп Грумман, Боинг. Что такое Мартин, Грумман, Боинг? Это фамилии. Это Илоны Маски 50-ти столетней давности. И там просто по-другому экономика выстраивалась именно на таких Илонах Масках. Когда Алан Шепард сидел в первой американской ракете, чтобы совершить первый американский полет в космос человека, потом у него спросили о чем вы думали? Вот ты сидишь такой американский первый космонавт, о чем ты думаешь? Человек, который только станет, должен стать им. И он сказал я думал о том, что вокруг меня все создано компаниями, которые называли наименьшую цену на госконтракте. И шаттлы точно так же, и Аполлоны, это все строили частники. Ну, по крайней мере, не государственные компании. Они были публичные, то есть акционерное общество. Но, по сути, они государством не принадлежали. Компания SpaceX отличается только тем, что она частная. Хотя у него есть инвесторы, но у него нет акционеров. И там изменены тонкости взаимодействия государства с частником. Если раньше государство заказывало железо, там, ракету, космический корабль, лунный модуль, шаттл, сейчас государство заказывает услугу. То есть, когда американ, американское государство, НАСА, платит Илону Маску за корабль Crew Dragon, она получает не Crew Dragon, она получает американских астронавтов на Международной космической станции. Раньше НАСА платила Роскосмосу, сейчас платят Илону Маску. И вот эта разница, платить не за железо, а за услугу, очень серьезно меняет экономику. Потому что все, что создал Маск для обеспечения этой услуги, вот он один раз свозил своим Crew Dragon, у него ракета многоразовая или почти многоразовая, корабль тоже почти многоразовый, то есть, железо-то осталось у него. И тут он такой, хоба, туристы, есть желающие слетать? Погнали! И уже там два отряда туристов сформировано. И он зарабатывает деньги на корабле и на ракете, построенный за государственный счет, платит, как обычный подоходный налог, как обычный американский налогоплательщик, но уже ничего за эти корабли государству не должен. Он их может гонять в своих интересах для своего бизнеса. Вот эта разница в отношении к нынешним молодым американским частникам, то, что называется сейчас New Space. Это у нас есть разделение государства, частник. У них там частники были и до, поэтому у них есть отдельный термин New Space. Но по сути New Space как частная космонавтика у нас. У нас все по-другому. У нас вся индустрия почти государственная. Если ты создаешь что-то в России, ты не должен конкурировать с тем, что есть уже государственная. Просто потому, что тогда никаких госконтрактов тебе не будет, а для развития бизнеса, особенно космического, высокорискового, без госконтрактов никуда ты не улетишь. И, по сути, у нашего частника поле возможностей гораздо уже. Ему нужно действовать либо в тех местах, которые не интересны государству. И на сегодня есть, например, пример компании Sputniks. Она делает маленькие спутники образовательного назначения, там от Минобразования получает заказы, получает гранты, там с институтами сотрудничает. И развивается там уже вот несколько недель назад они пять спутников своего производства запустили. Ракеты Роскосмоса, государственные, но спутники произведенной частной компании. Ракетами, ракеты производить и еще хуже разрабатывать, не самая хорошая идея в России, потому что у нас этих ракет, как в свое время Хрущев сказал, производим как сосиски. И нет просто потребности у государства в каких-то новых ракетах, потому что своих хватает. И поэтому, если ты хочешь создавать ракеты в России, найди рынок, найди тех, кто у тебя их купит. А это, скорее всего, зарубежные контракты. А на зарубежном рынке уже Илон Маск, у которого половина ракет или примерно треть его ракет, купила государство, заплатила кучу денег, он на это разработал все технологии. Ну, он там и частные, конечно, инвестиции привел. Ну, в общем, проблема в этом, в том, что тебе приходится одновременно, если ты создаешь какой-то там аналог SpaceX, тебе приходится конкурировать и с нашим государственной промышленностью, и с иностранными частниками. И это физически практически невозможно или где-то там на грани фантастики. Поэтому все так сложно. И на сегодня реально полагаться, ну, по крайней мере, реальные результаты какие-то заметные вероятнее будет показывать государственный космос. Поэтому русский Илон Маск пишет в Твиттере, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое на Дмитрия Рогозина. Он лучший популяризатор космонавтики в России, наверное, в последнее время с его ресурсами и с его постами. Ну, то есть, по части Твиттера во всяком случае не отстал. Ну, нет, отстал. У него там у Маска 30 миллионов, у Рогозина, по-моему, 700 тысяч. С ракетами даже отставания меньше, потому что у Маска там 30 пусков в год, а у нас где-то 15. Так что здесь мы еще держим какой-то уровень. В Твиттере надо догонять, да. Спасибо. Был вопрос, пожалуйста. Тут речь зашла о Илоне Маске и, собственно, у меня вопрос такой. Куда уж без него. Верите ли вы в его идею о колонизации Марса? Возможно ли, может ли человечество создать условия для будущего пригодного жизни человека о Марсе? Спасибо. Ну, здесь несколько таких, несколько уровней вопросов, несколько будет ответов. Во-первых, верю ли я, что Маск всерьез собирается построить город на Марсе? Да, верю. Только такие безумные мысли и безумные идеи способны двигать к таким безумным поступкам, как у него. Верю ли я, что человек, там, законы физики позволяют сделать город на Марсе даже там на современном уровне технологий, без каких-нибудь там звездолетов или термоядерной энергетики? Да, технически все возможно. Экономика пока мешает. Но даже не экономика проблема. Космические бюджеты, которые, о, космические, в сотни раз меньше военных бюджетов. Если мы там один год договоримся всей землей не воевать и не тратить деньги на военных или хотя бы половину денег потратить на военных, чтобы не пришлось их увольнять, а половину на космос, мы город построим. Вот за один год, один год мы не будем воевать и половину военных бюджетов всего мира потратим на эту задачу и мы построим город. Пусть небольшой, там человек на 100, на 200, но построим. То есть даже не деньги нам мешают. А технически на Международной космической станции условия хуже, чем на Марсе. Там нет силы притяжения, там нужно постоянно спортом заниматься, там куча проблем с тем же туалетом. На Марсе там все просто, как и на Земле. Это в космосе технические такие извращения, конечно. В общем, усилия прилагаются для того, чтобы поддерживать нормальную гигиену и уровень жизни. На Марсе с этим легче. То есть на низкой околоземной орбите условия хуже, чем на Марсе. На Луне даже получше условия, опять-таки, благодаря силе, притяжению. И технически та же самая космическая радиация не мешает нам летать на Марс. Все, нет этой проблемы. Она осталась только в интернетах у тех, кто не читал свежих исследований, в том числе там не читает сайт Роскосмоса. Вот где-то месяца три назад или два публиковали очередные обновления данных с российского прибора на борту европейского космического аппарата ExoMars TraceGasOrbiter. И там дозиметр все посчитал. Посчитал по пути, посчитал возле Марса, на поверхности Марса марсоход Curiosity посчитал. Ну там, если жить всю жизнь на Марсе, там проблемы с радиацией есть, лучше закапываться куда-нибудь, а слетать туда, вернуться обратно никакой лучевой болезни не будет, ничего страшного не будет, по крайней мере в пределах, в допустимых пределах все будет, так что лететь можно, радиация нам не мешает. То есть нет никаких физических причин, мешающих нам построить город на Марсе. Есть экономические, да, и вопрос целеполагания. Всегда на Земле найдется много полезных дел, куда стоит потратить эти деньги вместо того, чтобы вот построить такой город-мечту, построить, отремонтировать города в Сибири, вещь-то пополезнее будет, чем на Марсе городить. но как мечта, как цель, движущая огромным количеством людей, инвесторов в том числе, которые вкладывают миллионы и миллиарды долларов в подобное дело, почему хорошая благородная идея. Спасибо. Время подходит к концу нашей встречи, поэтому давайте один вопрос из зала и если еще один, то я думаю, давайте два завершающих вопроса из зала. Я постараюсь покороче, да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что при нынешнем уровне глобализации, информатизации мира остаются не только последовательны, но даже популяризаторы теории плоской земли и в чем причина того, что люди игнорируют не то, что какие-то новейшие даже исследования науки, а просто фундаментальнейшие основы, которые были заложены 100-200 лет назад и исследованы людьми еще до этого. Да, сложно, конечно, коротко ответить. Я думаю, что отчасти это как раз результат не только глобализации, но и по сути либерализации взглядов. То есть сейчас можно думать все, что угодно. Не везде, не всегда, но в целом в обществе и просто есть некий такой разброс мнений от земля плоская до космонавта, который там сейчас летает, Сергей Куцверчков и шлет нам поздравления с днем космонавтики. И есть огромное количество людей, которые занимают какие-то переходящие. Кто-то там не сомневается, что Земля там шарообразная, и космонавты в космосе летают, но вот его там не устраивают американцы на Луне. Кто-то считает, что американцы на Луне были, но им там инопланетяне на Луне сказали, американцы, не суйтесь больше на нашу Луну, а Луна это вообще инопланетная база. То есть возможностей выдумать себе красивую картинку или красивый мир, которым там, например, РЕН-ТВ любит взращивать подобные взгляды, такая возможность есть у каждого. И это неплохо. Разница возможностей или широта возможностей в целом это хорошо. И если этот человек, который думает, что Земля плоская, я даже встречался, причем неоднократно с такими людьми, это не какие-то тролли в интернете, это люди вполне прям с серьезными убеждениями. Я сначала пытался с ними спорить, а потом подумал, ну если он там с молотком по Битцевскому парку не бегает за старушками, так и ладно, пусть он делает, что хочет. Главное, чтобы был нормальным членом общества, работал, платил налоги, ходил в маске во время пандемии, ставил прививку у Спутник 5 или какую-нибудь другую. И ладно, и пусть он думает, что хочет. Ничего плохого, ничего страшного и кричать там, а мир катится куда-то. Нет. Количество ученых растет, инвестиции в науку, технику возрастают. Те, кто захочет смотреть на Землю со стороны и убедиться, что она шарообразна, он пойдет туда, где есть такая возможность. А кто хочет ощущения какой-то исключительности, какого-то таинственного знания, ну вот, он будет скорее ближе к плоской Земле. и почему вот это вообще в принципе появляется, эти теории заговора, мне кажется, отчасти потому, что наша солнечная система и в принципе наш космос не совсем соответствуют желаниям людей. Вот с одной стороны, если посмотреть РЕН-ТВ, мир такой интересный, там где-то далеко Нибиру летает, вот я вам ни слова про нее не упомянул. Нет, Нибиру, скорее всего, нету. Даже там девятая планета не будет той самой Нибиру. А кому-то приятнее, что вот есть. Он не знает там про кентавров, про другие малые тела космической системы, про то, что часть из них прилетела из других звезд. Для него это неинтересно, зато ему кажется интересным, что вот где-то летает Нибиру. И вот это, с одной стороны, упрощение, а с другой стороны, усложнение в пользу той стороны, которая интереснее и понятнее этому человеку. Или там база, инопланетная база внутри Луны. Это просто интереснее. Люди хотят сказки. Это во всем работает. Когда люди там говорили, только там тот же самый коронавирус зарождался, все такие, а мы еще в октябре переболели. Думая, что своим убеждением они как-то справятся с этой проблемой, которая над которой тогда еще нависала над всем миром. Люди думали, что выдумывая себе вот такое сказочное объяснение, просто погружали себя в комфортную среду, по крайней мере, чисто по осознанию. То есть люди хотят жить в комфортном мире, в понятном мире. А сложный космос, непонятный, с кучей загадок, он не всем комфортен. И кого-то это способствует к познанию, пойти обучиться на астронома, например, или на космонавта подать заявку. А кого-то толкает к просмотру РЕН-ТВ. Каждый выбирает свое, но возможность выбора сама по себе это очень выдающееся достижение современной цивилизации. И пусть будут. Спасибо. И не нарушая регламент, я отдаю сейчас право заключительного вопроса. Все-таки вот про сказки. Есть еще такая штука астрология, да? Ну да, это тоже одно из выражений. Аля науки, о том, как это все влияет на каждого из нас индивидуально и в целом. По знакам зодиака в том числе. Вы в эту верите? Или для вас это сказки? Я знаю тип людей, на которых звезды влияют прям непосредственно. Вся их жизнь зависит от звезд. И от положения звезд в том числе. Это астрономы. Они зарплату за звезды получают. Но это совершенно не то, что имеет под собой астрология. Поэтому некоторые космические тела действительно на нас влияют. Прежде всего, Луна, Солнце. Даже если мы не будем смотреть там не считать солнечный свет, что мы в общем-то благодаря одной звезде мы вообще живем на этой планете. Вся энергия или почти вся энергия, которую мы так или иначе используем в своей жизнедеятельности, она получена от Солнца. Так что да, звезды еще как влияют на нашу жизнь. Ну, по крайней мере, одна. Луна, гравитационное воздействие. Вот недавно помните эту историю с этим пароходом, который застрял в Суэцком канале? Когда его вытаскивали, они специально подгадали момент, когда будет прилив, а приливный горб, причем там было полнолуние, по-моему, когда приливное воздействие Луны и Солнца суммировалось, когда они находились в одной плоскости, и тогда уровень воды поднялся чуть-чуть выше, но в масштабе этого гигантского судна это были десятки или сотни тонн, которые помогли вытолкнуть его с этой мели. Вот вам влияние других космических тел, выраженной на нашу жизнь. А те, кто на берегу моря живут, они приливы и отливы регулярно наблюдают. Это тоже влияние, реально, это не астрология, это физика. А то, что там где-то звезды сложились, там они уже столько сложились, они там движутся, у нас же звезды, они тоже не на одном месте стоят, они все движутся. Некоторые против шерсти, например, большая часть там вокруг центра нашей галактики летит, а некоторые против летят. Звезда Каптейна, например, довольно недалекая от нас звезда относительно масштабов галактики. И все это меняется. И та галактика, и те астрологические карты, которые были построены там тысячи лет назад, они уже не совпадают с тем небом, который мы можем сейчас увидеть. Ну, понятно, где-то совпадают, в чем-то уже нет. В общем, это красивая, опять-таки, сказка, в которую людям каким-то хочется верить. У меня два вопроса, на самом деле. Первый вопрос. Вы говорили, что на Мергурии есть вода. Это на самом деле удивило, потому что, ну, я как обыватель всегда думал, что ладно, вода есть на Марсе, но Мергурии близко к Солнцу, там жарко. То есть, получается, на Меркурии, в принципе, условия более-менее благоприятные для того, чтобы туда лететь, или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос, опять же, вот продолжая разговоры про Марс, вы сказали, что там уровень радиации такой, что туда можно прилететь, пожить и улететь обратно, и не будет последствий. Но, в принципе, вся наша культура, связанная с космосом, в основном про то, что человечество когда-нибудь сколонизирует космос. И какой ваш прогноз, насколько наши технологии сейчас близки к тому, чтобы уже к этому приближаться, и в какой период, возможно, мы сможем уже отправляться на другие планеты и осваивать их? Ну, про технологии я уже здесь отвечал. То есть, базу построить, там, город на несколько сот жителей, чисто технологически мы и сейчас можем. Если понимать, под колонией, то есть, постоянная жизнь, в течение всей продолжительности жизни человека, там, размножение, ну, рановато. Хотя бы потому, что я считаю, что лучше все-таки начинать покорение того же Марса с терраформирования, а это энергии пока, которые недоступны нашему человечеству, даже там, с учетом всего, всех ядерных запасов. Просто нужно среду более комфортную сделать, потому что иначе, я приобрел такое представление после двух дней в Норильске. Я понял, что да, ты можешь туда отправиться за туманами, за романтикой, как раньше там пели, на Марс точно так же романтики отправятся, безусловно. Но вот их дети, пределом их мечтаний, или большинства, по крайней мере, пределом мечтаний большинства детей, родившихся на Марсе, будет свалить на Землю. Потому что она будет на картинках настолько разнообразна и сложна, что они будут мечтать избавиться от этой рыжей пустоши за окном и посмотреть на что-то другое. Это будет просто неправильно в отношении этих детей. Полететь, да, можно, конечно, можно прожить там свою жизнь, но вот именно строить по сути постоянную колонию, может быть, даже независимую от земли, ну, рановато. Вот лет 100, 200, 500, может быть, подождем. Разрабатывать технологии, строить базы надо, конечно, без этого мы никуда не дойдем тогда. Но торопиться и думать, что вот мы это там сейчас уже в ходе своей жизни туда сядем, полетим, будем жить и там развивать свою отдельную колонию, но это все-таки рановато. Да, и по поводу маска, единственное, чему не стоит верить, это сроком, который он объявляет. Вот любой срок, который он обещает, умножайте на 3, это будет очень близко к реальности, к тому, что реальными эти сроки и обещания будут становиться в масштабе сложности разработки. А напомните, первый вопрос у вас был? Первый вопрос был про Меркурий, на самом деле он даже больше про то, что там не тает, там есть вода, и хотелось вот именно узнать, почему она не испаряется, ведь Меркурий без кустом. там, где нет прямых лучей солнца, по сути тень, а в тени будет излучение и будет сохраняться минусовая температура. Причем там даже интересно, там есть открытый лед в те места, куда не попадает свет вообще. И есть лед, но под небольшим слоем такого черного, по сути, углерода, который в этой воде где-то был, но вот она испарялась, и накопился этот слой, как знаете, черный снег, когда мы по весне смотрим, вот это вот что-то похожее на Меркурий формируется, и у нас-то это пыль там, но все-таки, ну там тоже космическая пыль есть. Вот этот черный слой, тонкий, под которым тоже находится лед, там формируется в тех местах, куда в кратер, в этот темный, падает свет, отраженный от стенки кратера. Вот если есть хоть немного света, там уже идет испарение воды. Если вообще полная чернота, полная ночь, куда даже там яркая кромка кратера не светит, там лежит лед вот под прямыми лучами, точнее, под прямыми лучами звезд только далеких, а солнца там нет, отраженного солнца нет, и там настолько минусовая температура. На Луне, в кратерах Луны минус 250 градусов, вот тоже в полярных, это супер холодно, на Плутоне на освещенной стороне меньше, хотя там тоже морозяка тот еще. А на Луне есть, на Меркурии, наверное, что-то тоже похожее, может быть там минус 250, ну 200 или там 150, и там водяной лед будет храниться спокойно и не испаряться. Спасибо. Ну и совсем в завершении, Дмитрий Альберч, Виталий, если можно, еще раз вернемся к 12 апреля, к сегодняшнему дню. Вот на фоне даже того, что вы сегодня рассказывали, насколько с вашей точки зрения значимо то, что мы продолжаем 60 лет спустя вот так торжественно отмечать, вот на этом фоне, такое, казалось бы, маленькое событие, первый полет человека в космос. Еще раз о значении этого дня с вашей точки зрения. С вашей. Я на микрофон. Вы начнете, Илья? Ну давайте, я скажу так. Во-первых, Гагарин показал, и полет Гагарина показал, что величайшие возможности человеческого разума. Голова и руки способны творить очень многое. И хорошее образование, конечно же, без этого никуда. Обучение – это главный путь в космос. И нужно поверить в это. Нужно реально прыгать за те рамки, которые даже ты ставишь перед собой. Вот банально там никак не сравнится, мой подвиг написания книги никак, конечно, не сравнится с полетом Гагарина. Но когда я ее начинал писать, я не знал сложности, с которой я столкнусь. Если бы я знал перед началом книги о той сложности, которую я осознавал после ее завершения, я бы не взялся за это делать. И когда люди запускали Гагарина, они тоже не знали сложность космических полетов. И вот он, при помощи, конечно, огромного количества людей, которые все это подготовили, шагнул за это неизведанное и показал, что да, мы можем, да, мы можем летать. Потом американцы полетели на Луну, потом мы посмотрели на Солнечную систему со стороны, пусть хоть там внутреннюю ее часть. Но это те вещи, о которых 50 лет назад люди могли только мечтать. Сейчас это реальность. У нас есть свои пределы. И вдохновляясь примером тех людей, которые были до нас, надо прыгать за те рамки, которые мы ставим перед собой сейчас. Это касается и жизни повседневной, и покорения космоса. Так что вперед. — Да, действительно, это так. И я продолжу эту мысль. Вообще, посмотрите, мы сегодня отмечаем 60 лет первого полета. Ну, менее, может быть, так значимо прошло 4 года назад запуск первого космического спутника. Тоже 60 лет было. Фактически там 4 с небольшим... Почти 4 года прошло между двумя событиями. Это были два одновременно сделанных шага. Техника позволила человечеству выйти за рамки немножечко земного тяготения и хотя бы достичь орбиты, когда можно запускать спутники, можно космические станции строить и так далее. Выйти за пределы того, что называется привычной гравитацией. Вот сегодня Виталий упоминал об этом. Это кажется, что это так все просто. Взяли, полетели. На самом деле было очень много чего неизвестного. Очень много технических решений нужно было пересмотреть. То, что для нас кажется вполне естественным здесь, например, то, что более тяжелая жидкость опускается, более легкая жидкость остается наверху. На этом основаны некоторые системы охлаждения у нас. Так вот там, чтобы охлаждать датчики различных телескопов, мониторов, тоже нужно получать низкие температуры. А там не работает это. Надо было совершенно новые технические решения искать. Неизвестным было влияние невесомости на человека, на его здоровье, на его организм. До сих пор эти исследования продолжаются. Поэтому то, что мы сегодня находимся на этом 60-летнем рубеже, это такой младенческий возраст, я бы сказал. Произошло первое познание, первое касание. Вот как вот ребенок знакомится с миром. Вот он познакомился. Да, он знает, что горячее уже трогать нельзя. Но впереди еще очень и очень большой путь. И что самое главное, сегодня мы понимаем, что этот путь будет пройден, потому что есть все возможности для этого, есть интерес и есть то, что движет людьми. Это вот по-английски хорошо звучит curiosity. У нас называется любопытство. Любознательность. Любознательность. Но у нас все равно это какое-то вот не такое хорошее слово в том плане, что оно не отражает вот этого всего поиска. Вот я сказал, поиск человеческий, он неостановим. И здесь очень много предстоит сделать, в том числе и вам. Спасибо. А можно еще одну мысль маленькая? Спасибо, кто был с нами. У меня сегодня еще тоже будет, там по трансляции, наверное, сможете посмотреть, еще одна лекция про перспективы нашей космонавтики. И важно понимать, что возможности, которые есть у нас, вот у россиян, сейчас вы скажете, ой, да это какой-то патриотизм. Это факт. Те возможности, которые наша индустрия, наша наука и техника дает в нашей стране, есть всего у трех стран в мире. Россия, Китай и США. И вам повезло родиться в той стране, в которой есть возможности заниматься в космической деятельности практически всем, что нам позволяет современный уровень развития просто знаний, знаний физики, знаний законов физики. Все это, там, межпланетные станции, марсоходы, телескопы космические, плазменные двигатели, кислород-водородные двигатели, пилотируемые корабли, автоматические межпланетные станции. Все это можно делать здесь. У нас есть такая возможность. Я просто был как-то в Самаре, там их музей самарский космический, при институте. Он говорит, к нам приезжали ребята из Чехии, Словакии, у них вот такие глаза были, потому что они все это, что там вот так стоит, а просто учебные стенды, там об них студенты, наверное, не знаю, кока-колу открывают бутылки. Для них это невозможность просто. Они это видят только в учебниках, на картинках. А у нас это все есть. Мы можем этим пользоваться, на основе этого обучаться, использовать тот опыт, который был накоплен за 60 лет, за 64 года космонавтики, для того, чтобы двигаться дальше. Нам реально здесь легче. Да, мы можем сколько угодно там шутить про Рогозина, переживать о будущем нашей космонавтики, но пока она у нас есть. Возможности есть прямо здесь и сейчас. И если хочется, есть все возможности этим воспользоваться. И это тоже стоит ценить. Спасибо. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин